здравствуйте мои подписчики и гости канала обычно по понедельникам выходят обзоры оборудования для пищевого производства и обзоры машинно-аппаратурных схем сегодня будет немного другое видео сегодня я выпускаю видео с обзором технической книги несмотря на то что обзоры художественной литературы продолжают выходить на канале по четвергам но эта книга настолько важна и тема настолько важна именно для тех кто учится по специальности технологические машины и оборудование направление подготовки машинно-аппарата пищевых производств и я не мог обойти эту книгу стороной и не сделать обзор и одновременно сделать критику этой книги некоторых ее положение этих книг и поспорить с автором и возможно в будущем я сделаю несколько видео лекций посвященных этой теме однако начать разговор об этой теме я хотел бы именно с обзора книги книги которая называется проектирование технологического оборудования пищевых производств автор и а хозяев книга вышла в издательстве line в 2011 году она будет полезна как студентам которые обучаются на направлении подготовки технологические машины и оборудование поскольку у этих студентов есть такой предмет как расчет и конструирование машинно-аппаратов пищевых производств и также эта книга будет полезна тем кто обучается по специальности проектирование технологических машин и комплексов профиля подготовки этой специальности проектирования технологических машин и комплексов пищевых производств и так я начну с в начале обзора книги а потом перейду к критике некоторых моментов этой книги книга достаточно тонкая здесь порядка даже сейчас скажу сколько точно страниц 271 страница включая список библиографических источников и оглавление книга не покрывает она не покрывает все аспекты проектирования и конструирования технологического оборудования это скорее ликбез то есть для тех кто только начинает и для тех кто хочет получить какие-то первоначальные знания в области проектирования оборудования и не совершать каких-то очень грубых ошибок к сожалению ошибки они все равно будут оставаться и они будут уходить с опытом с приобретением опыта который накапливается годами десятилетиями опыта работы в конструкторских бюро или опыта работы на машиностроительном производстве или опыт работы в конструкторском отделе пищевого предприятия начать с чего-то говорить начать говорить про проектирование оборудование я хочу довольно давно но я не знал как лучше построить лекции по этим темам потому что данные лекции они будут насыщены формулами графиками чертежами и так далее то есть это будет довольно скучно наблюдать на видео ну и одновременно это довольно не скучно слушать если это живая лекция когда я допустим стою у доски и одновременно рисую для студентов какую-то конструкцию и параллельно объясняю как это правильно делать вот такая вот дилемма стояла передо мной но перейду я после такого длинного введения перейду собственно к вначале к обзору книги начнем с того что посмотрим что эта книга в себе содержит начинается как обычно со введения далее книга разбита на главы на на главы и параграфы будут так говорить главы обозначены цифрами а параграфы цифрами например если глава 1 то параграф 11 1213 и так далее начали рассмотрим главы всего в книге по сути две главы что удивительно еще есть заключение и рекомендуемая литература ну что же первая глава посвящена принципам проектирования и она довольно короткая и занимает где-то порядка 50 страниц и вся остальная книга посвящена методам проектирования это составляет вторую главу я могу сказать что такое разбиение это довольно таки условно потому что если бы я писал такую книгу я бы сделал бы хотя бы три-четыре главы и в третьей и четвертой главе разобрал бы более подробно как проектировать конкретные пищевые конкретное пищевое оборудование например экструдер или смеситель или тестомесильную машину что-то чтобы было понятно как вот эти знания которые мы получили из прочтения этой книги использовать на на практике итак первая глава состоит давайте посмотрим первая глава состоит из таких параграфов 1 1 общие вопросы проектирования 1 2 исследование проектной ситуации 1 3 разработка технического задания 1 4 метод поиска идеи для реализации технического задания 2 2 глава состоит из следующих параграфов 2 1 схемные решения машин и аппаратов пищевых производств глава 2 конструирование сборочных единиц общего назначения 2 3 компоновка конструкции сборочных единиц 2 4 это конструирование органов управления 2 5 конструирование деталей 26 методы снижения трудоемкости и стоимости проектированной машины 27 отработка конструкции машины на технологичность 28 отработка конструкции машины на надежность 29 отработка конструкции машины на ремонтопригодность 210 отработка конструкции машины на эстетичность 2.11. Разработка документации для комплектования упаковки и транспортировки машин. 2.12. Технико-экономическое обоснование разрабатываемой конструкции. 2.13. Организация чертежного хозяйства на предприятии. 2.14. Управление стратегией проектных работ. 2.15. Испытания машин. 2.16. Авторский надзор. 3.16. Автор затрагивает по верхам каждую из важных тем, которая может вам встретиться во время проектирования машины. И, к сожалению, с одной стороны эти темы все затрагиваются глубоко, а с другой стороны этой глубины не хватает для того, чтобы сходу начать самому проектировать технологическое оборудование. И здесь требуется действительно рядом какой-то наставник, который скажет, что да, вот эту часть, какую-то одну часть книги мы будем использовать полностью от А до Я. А из, допустим, из какой-то части мы берем только там первая, третья и пятая, а из последней части мы ничего не можем взять, потому что нам это не нужно, и это только лишь удоражит конструкцию, если мы будем следовать этим рекомендациям. Давайте посмотрим, затронем какие-то из, возьмем какие-то из рекомендаций из этой книги и посмотрим их с критической точки зрения. И здесь я хочу начать не с того, с чего начал автор, а он начинает рассуждение с, так, сейчас одну минуту, он начинает с общих вопросов проектирования и исследования проектной ситуации. Да, возможно, это с точки зрения построения учебного пособия это правильно, но здесь я бы в начале сделал бы такое отступление от того, что мы хотим спроектировать и посмотрел бы вокруг. То есть, каким образом то оборудование, которое мы будем проектировать, это будет либо новое оборудование, либо оборудование, модернизация существующего оборудования, узлов или какой-то детали, то посмотреть, а нужно ли это, нужно ли это для конечного эксплуатанта, то есть для конечного эксплуатанта, который работает и применяет это оборудование на пищевом производстве. Или, возможно, это пищевое производство само может найти способ сделать эту модернизацию проще, дешевле, по затратам, потом по техническому обслуживанию, чем заказывать это, допустим, где-то в конструкторском бюро. Или заказывать эту разработку на машиностроительном заводе пищевого машиностроения. Начать с сбора информации о том, какие конструкции есть в настоящее время, какие есть патенты на конструкции, посмотреть, что есть в мире, а потом уже бросаться проектировать что-то новое. И разрабатывать техническое задание, которому автор уделяет очень много времени, расписывая практически очень подробно, что нужно делать для того, чтобы сделать это техническое задание. Хотя, как мне кажется, что в техническом задании достаточно указать габаритные размеры, мощность электродвигателя, если они там есть, скорость движения, допустим, транспортерной ленты, или скорость движения пищевого продукта на выходе из машины или в процессе обработки. И вот здесь книга бедна в том, что она нисколько не затрагивает основы теории производительности. Основы теории производительности позволяют вначале выбрать, к какому классу оборудования будет относиться машина. А основу теории производительности мы с вами рассмотрим в одном из видео, посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств. Вы увидите, что без знания этой теории вы не сможете правильно выбрать компоновочное решение для машины. А после того, как автор нам рассказал про то, как делать техническое задание, он нам предлагает это техническое задание пропустить через алгоритмы для поиска идей, для того, чтобы это техническое задание реализовать. С одной стороны, идея здравая, но он предлагает какие методы? Рациональные и иррациональные. К рациональному он относит в орфологический анализ метод контрольных перечней, функционально стоимостной анализ, достаточно трудоемкий в своей реализации методы. Особенно, что касается метода контрольных перечней, которые могут занимать до 10-15 страниц текста с описанием этих контрольных перечней. В которых порой достаточно сложно ориентироваться при проектировании. Функционально стоимостной анализ, который требует подхода не только с точки зрения экономики и расчета себестоимости изделия. И не только себестоимости конечного варианта изделия, но и расчета каких-то вариантов, которые рассматривались в процессе рассмотрения вариантов при попытке реализовать техническое задание. Было выбрано несколько вариантов. Они были рассмотрены через функционально стоимостной анализ. Проделана эта огромная работа по каждому из этих вариантов. Вы представьте, что их этих вариантов было 3 конструкции. В каждом варианте были различные узлы и детали, ну хотя бы 100. Итого мы получаем, что мы должны написать этот функционально стоимостной анализ, расписать все функции для 300 по по сути деталей. И посчитать себестоимость каждого из этих вариантов. Да, возможно с использованием компьютера в какой-то автоматизации, возможно это сократит время. Но все равно это потребует достаточно большого вложения человеческого труда. Про морфологический анализ я не буду сейчас затрагивать и подробно об этом рассуждать. Если вы хотите ознакомиться, то вот пожалуйста здесь, в этой книге можете посмотреть. Также автор предлагает использовать и рациональные методы для поиска идей для реализации технического задания. Такие методы как метод мозговой атаки или мозгового штурма, синектика, эвристические приемы. Эвристические приемы, как мне известно, предложил еще Генрих Альтшулер в своей книге найти идею. Ознакомиться с обзором этой книги вы можете перейдя по ссылке в подсказке или в описании. И на основании разработки этих эвристических приемов Генрих Альтшулер предложил создание теории решения изобретательских задач. А теперь автор этой книги пытается нам пересказать эти эвристические приемы за каких-то там 10-15 страниц. Есть те приемы, которые сам Альтшулер излагал на 200-300 страницах. Потом он учил других людей их применять для решения технических противоречий. Но я не буду сейчас останавливаться подробно на этих методах, потому что лучше, во-первых, познакомиться с отзывом, еще раз я вам напомню, и самим изучить эти приемы. Далее автор предлагает использовать мозговой штурм. Мозговой штурм уже, когда собираются несколько человек из разных отделов или, допустим, собирается команда из 6-8 человек, но каждый человек представляет, допустим, завод машиностроительный, завод пищевой, на котором будет оборудование эксплуатироваться, и завод, и конструкторское бюро, где будет проектироваться оборудование. И они начинают штурмовать и предлагать какие-то варианты технических решений. Уже есть исследования по тем вопросам, что мозговой штурм работает не всегда. Что да, по нему можно накидать много вариантов, там за полчаса получить 150 вариантов решения, но потом эти варианты тяжело обрабатывать, классифицировать, находить в них рациональное зерно. Потому что в мозговом штурме обычно говорят то, что первое пришло в голову. Без критики, без обсуждения этих идей. И уже есть исследование, что мозговой штурм не так эффективен, как он раньше себя позиционировал. А я напомню, что эта книга вышла в 2011 году, сейчас 2021, и за 10 лет подходы к решению таких интеллектуальных задач изменились. Уже достаточно давно и за эти 10 лет получили широкое распространение интеллект-карты, или майнд-карты, как их сокращенно называют, разработка Тони Бьюзана. Почему бы про них не написать? Но, к сожалению, автор упускает из вида майнд-карты и ничего про них не говорит. Подходя к критике второй главы, где автор рассказывает про уже методы проектирования различных компонентов конструкторской документации, например, методов проектирования схем, и он разбирает проектирование кинематической схемы, и это проектирование он излагает практически полностью, как написано в ГОСТе, на кинематические схемы. Далее он приводит, как проектируется функциональная схема машины, органы управления и так далее. Да, это полезная информация, и начинающему конструктору она может быть полезной и пригодится в его работе. Но вопрос в том, как долго конструктор будет использовать данную информацию, и сможет ли он, опираясь на нее, сделать все этапы конструкторского проектирования. То есть разработку ТЗ он разобрал, а дальше техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Где это? Я когда эту книгу покупал, а я ее покупал, несмотря на то, что она вышла в 2011 году, эту книгу я покупал или весной 2016 года, или летом 2017 года, когда ездил в Санкт-Петербург. Эту книгу я купил в доме Зингеров, потому что у нас, я живу в Орле, техническая литература в книжных магазинах представлена только литературой по компьютерным технологиям. И очень редко можно встретить литературу по пищевому производству. Несмотря на то, что в нашем городе открыты направления подготовки технологии из растительного и животного сырья. И им, я думаю, было бы интересно почитать такую литературу или, допустим, купить себе книгу в свою библиотеку, если этот человек очень сильно увлечен этой профессией. Но, к сожалению, у нас в городе нет. Поэтому я когда езжу в другие города, крупные, Москву или Питер, то я захожу в книжные и смотрю, что есть в них по моей специальности. Такой длинный обзор на такую тонкую книгу, ну, возможно, он избыточный, вы посчитаете. Но я считаю, что этот обзор, он даст нам толчок для того, чтобы дальше начать разбираться в проектировании. Я думаю, что следующую лекцию мы посвятим разбору того, как строить структурные схемы машины, кинематические схемы машины и циклограммы. А потом мы потихоньку будем разбираться в том числе с теорией производительности, в том числе с тем, как рассчитывать оборудование. И, возможно, лекции по расчету оборудования будут скучными, потому что это будет презентация с формулами и мой голос за кадром. Ну, как сделать это по-другому, я пока не знаю. Благодарю вас за внимание. В этом видео мы рассмотрели отзыв и дали критику на книгу ИА «Хозяева. Проектирование технологического оборудования пищевых производств» издательства «Лань». Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.